Всем привет дорогие друзья, с вами Фёст Ван и это очередной выпуск посвященный игре Битва Зомби ВКонтакте. Я тут маленько перестроил свою базу, по образу и подобию не помню чьей, но вот кто-то мне присылал вот такой вот скриншот. Единственное, я сделал маленькое изменение, после того как посмотрел один бой, я убрал одно ПВО из центра сюда, а вот зато в центр поставил кланхолл. Единственное, что из минусов данной базы могу сказать, ну не знаю, во-первых мне не нравится, что где-то на отшибе мой герой находится, он мало где может помочь. Как бы в моей предыдущей он был все-таки тоже в центре, так же как кланхолл. Ну не знаю, может быть потом что-то пересмотрим, что-то как-то поменяем. Так, вот здесь когда-нибудь будет второй бункер вот в этом углу, пока что бункер нет, поэтому я туда мину поставил. И как видите у меня сейчас напряженная ситуация, потому что турнир идет, набираю рейтинг, поэтому когда набираешь трофеи, как правило не набираешь ресурсов. Ну это в зависимости от вашей прокачки, конечно же. Ну и согласно самого турнира, два дня, 15 часов осталось до конца, наш клан плетется на 71 месте. Так, я тут на пятой позиции, но в общем, собственно говоря, поэтому и такие результаты. Вот если бы я со своим 787 рейтинга был где-нибудь не на пятой позиции, а там позиции на 35, тогда бы другое дело, тогда бы мы уже в полтиннике висели, а то и выше. Ну ладно, итак, что нам необходимо? Во-первых, ну нам много что необходимо, но ресурсов совсем нет, поэтому давайте отправим рабочих, чтобы они тут хотя бы мусор прибрали, чтобы не простаивали зазря. И многие жаловались, что мало атак и защит в реальном времени, поэтому сейчас мы произведем сразу две. Одну в начале, так, это снимет мой щит, ну ладно. Одну в начале и одну в конце выпуска. Так, осталось подобрать достойного врага. Вот может быть этот, у него правда стенок красные, что мне не нравится. И, кстати, знаете, мне сейчас довольно-таки сложно производить атаки на врагов. Нет, все-таки не этот. Сложно мне от того, что у меня сейчас аптека находится на прокачке, и поэтому у меня нету никаких бонусов из аптеки. Не могу не полечить толстяков, не кинуть там где-нибудь бомбу на врага, поэтому тяжелее играть. Ну что ж, вот, по-моему, парень, подходящий для атаки. У него синие стены, это уже хорошо. Много есть слабокачанных пушек. Осталось только выбрать, где мы будем высаживаться. Ну, у нас есть два лекаря, есть два хиппи-мобиля, поэтому надо как-то продвигаться в сторону вражеского ПВО. Поэтому высадимся мы, наверное, да даже не знаю, где мы высадимся. Ну, давайте вот прямиком здесь высадимся. Наверное, наши толстяки пойдут туда, на вышку метателей. Мимо, конечно, башни с огнеметчиком. Ну, да ладно, думаю, это их сильно не потревожит. Можно тут еще пару огнеметчиков высадить. Эй, ребята, вот, снесите эту вышку. Да быстрее. Ну, вот, отлично. Так, толстяки. Пока пробивайтесь, можно парочку стрелков там, пускай пока разносят. И сразу двух лекарей пускай идут лечат наших толстяков. А то они уже себя изрядно плохо чувствуют. Ну, вот, кажется, и дела пошли на поправку. Быстрее лечить, мы там одного потеряли. Так, ладно, стрелков еще где-нибудь здесь, здесь. Пускай пока что помаленьку все сносит. Толстяки вроде в надежных руках. ХП у них не убывает. Поэтому они сейчас будут помаленьку продвигаться дальше и дальше. Сносить постройку за постройкой. Единственное, что вот долго они красные стены колупают. Распределяют свои силы по разным стенам. Это плохо. Вот одну почти добили. Так, если мы сейчас столкнемся с сильной воздушной миной, она нам может обоих лекарей грохнуть сразу, да? Вот сейчас вышка метателей нас бьет. Это плохо. Лекарь, отойди маленькая. Не, похоже, сейчас мы одного потеряем. Толстяки, уходите, уходите. Отводите лекарей от вышки. Хотя вот тут вторая тоже. Так, можно высадить еще метателей здесь, здесь, вот здесь. Так, толстяки наши решили разделиться, но ничего страшного. Хотя нет, страшно, конечно. Стены они теперь будут пробивать очень медленно, в таком небольшом количестве. Похоже, все-таки придется нам одного, один хиппи-мобиль использовать. Я думал все-таки этого избежать, сэкономить. Ну и давайте, наверное, может быть, не знаю. Я бы где-нибудь героя высадил, да не знаю где. Хиппи, снеси уже эту вышку метателей. В принципе, это в любом случае победа. Думаю, даже если мы не снесем 100% базы, второй хиппи-мобиль я все-таки приберегу пока что. А, вот мы по времени, да? Out of sync. Не знаю, что бы это ни значило. Возвращаемся домой. Да, по времени мы не успели затащить. Ну ладно, тем не менее, это победа и все основные ресурсы мы, кажется, украли. Что тут у нас по чату? Ну, кстати, можно все-таки хиппи-мобиль Фоксу предоставить. Я думаю, он распорядится с ним как подобает. Он разве не двадцатку весит? Почему я не могу его отдать? Ну ладно, видать, это какой-то глюк или там ему уже войска кто-то подкинул, просто не обновилось. Что ж, 22 часа будет у нас еще улучшаться арсенал, да? Поэтому нам аптечки недоступны. Поэтому моим толстякам будет сейчас сложно проходить какие-то миссии. Именно поэтому я сейчас часто использую по два лекаря за раз, чтобы хотя бы как-то компенсировать эту оплошность. Также у нас находится на улучшении барак и, собственно говоря, это все. Остальные два рабочих простаивают, поэтому идите подстригать кусты. Давайте сделаем до заказ войск пока что. Кто у нас здесь будет? Во-первых, у нас будет 7 толстяков. 7 толстяков, пара огнеметчиков и на остальные деньги метатели. Здесь у нас тоже будет 7 толстяков, лекарь, 1 огнеметчик и метатели. И здесь тоже 7 толстяков, тоже лекарь, огнеметчик и метатели. Вот таким вот образом я распределяю сейчас войска. Ну а пока что давайте посмотрим атаки и защита, пока наши войска готовятся к новым боям. Итак, защита. Последний, кто на меня нападал, был Морозов. Он использовал адреналин 2 уровня, 31 толстяка 5 уровня и 50 метателей. Снес 52% базы, 219 рейтинга подарил нашему герою и украл всего ничего 16 тысяч токсинов. Смотрим повтор. Так, я бы сказал, что атака у него была неудачной, но тем не менее 52% он набрал. Но с такими силами мог бы набрать, наверное, и больше. Итак, толстяки. Что, адреналин будет? Так, адреналинчик пошел. Толстяки бегут, сносят здание за зданием. Давайте, ребята, активнее. Проламывает одну стену, вторую. Третью. И уходит. Адреналин больше не действует. Не знаю, может быть аптечка тут врагу помогла бы больше. У нас в клан-холе появляется лекарь. И куда он бежит? Лечить электровышку. Лечит ПВО. Ну, сейчас ПВО забьют и забьют нашего лекаря, наверное, да? Ну, что ж, не особо он помог нашей базе. Вот в чем еще неудобство этого, да? Калан-хола, который стоял тогда здесь. Сейчас он у меня в центре. Лекарь появился довольно-таки поздно. Это раз. Так, и нас разведывают прямо сейчас. Адва это то, что он под плохим углом, да? Он появляется близко к вражеским войскам. Хорошо, когда все-таки наши войска откуда-нибудь из-за забора бьют. Или вот ближе к центру находятся в более защищенной позиции. Ну, ладно. В общем, с той атакой вроде все понятно. Хоть мы ее и не досмотрели до конца. Давайте посмотрим следующую. 179 метателей четвертого уровня. Это, конечно же, слабенько уже для моей обороны. 20% всего лишь снес враг. Итак, высаживается здоровенная толпа. Идут наши метатели в поддержку. И лекарь. Лекарь лечит. И опять же, его практически сразу нет. Вот, все-таки он остается жив. Потому что иначе его бы не было в следующем бою. Ну, ладно. Возвращаемся домой. Смотрим, что было до этого. До этого на нас нападал кефир. Кефир снес все 100% базы. Хотя силы у него были довольно-таки слабые. 10 толстяков третьего уровня. 3 хиппи-мобили первого уровня. 13 огнеметчиков. 13 огнеметчиков. Это уже неплохо. Тоже третьего уровня. 3 бомбы и 2 лекаря. Видать, бомбами он будет сносить наше ПВО. Вот это центральное, да? Первая бомба пошла. Вторая. И третьей бомбой добивает. Сейчас ему остается только снести это ПВО с края. Или он может даже высаживаться где-то там. С другого конца. Высаживает толстяков на угол. Как раз у меня тут стена маленько посильнее. Высаживает огнеметчиков. Пошли хиппи-мобили. И пойдут, наверное, лекари, да? Раз уж он. Ну, снес он нам наше все ПВО и пошли безнаказанные хиппи-мобили бить все, что попадается под руку. Так, огнеметчиков всех убили, но вот против хиппи-мобили уже ничего не поделаешь. Есть две, конечно, вышки метателей, но они слишком долго колупать будут. Хиппи-мобили быстрее разнесут все мои постройки. Так что смотрим на ускорение. Все, я теперь беспомощен, как котенок. Враг добивает все мои базы, все мои строения. Возвращаемся домой, смотрим, что было до этого. Так, это кто у нас был? Это был царь. А до этого был Андрей. И практически такой же расклад, да? 15 толстяков, 3 хиппи-мобили, 3 бомбы, 4 подрывника и 35% базы. Видать, у него что-то пошло не так. Смотрим повтор. Куда ты потратил бомбы? Тоже на ПВО. Раз. Неужели ты не снесешь моё ПВО за 3 бомбы? Два. И три. И ПВО остается стоять. Именно вот это, наверное, его и подвело. Даже несмотря на то, что у него граммулька ХП, ДПС она будет выдавать по вражеским хиппарям неслабый. Ну что ж, сносится второе ПВО, выходит поддержка клана, бьёт толстяков. Бьёт хиппи-мобиль. Хиппи-мобиль, конечно, её отстреливает помаленьку. Так. Всё, один хиппарь умер. Его снесла воздушная бомба. И начинает действовать наше ПВО. Сносят одного хиппаря и второго. Что ж, вот она и вся атака врага. Возвращаемся домой, смотрим, что было до этого. До этого на нас нападал Дима из клана Крейзи Волл. Использовал 9 толстяков, поддержку клана, 46 метателей и одного грабителя. Толстяки четвёртого уровня. 34 подрывника. Он, видать, задание выполнял. 30% снес. Ну, в общем, неудивительно. Давайте посмотрим, сколько стен его подрывники разнесли. Ну, так-то прилично, конечно. Идут теперь толстяки. Я бы сказал, что их довольно мало. Высаживаются метатели. Грабят токсины. Вот если бы он высадил сначала толстяков, а потом уже подрывников, наверное, ещё бы больше стен снес. Так, выходит наша клановая поддержка. И она, конечно же, быстро отдубасит врагов. Что ж, возвращаемся домой. Смотрим, смотрим предыдущий бой. Да, Дима на нас нападал Винстон. Винстон. 24 толстяка пятого уровня. 39 метателей пятого уровня. Грабители пятого уровня. 43 штуки. Лекарь. Два подрывника. Герой. И крутая аптечка. И что-то ещё, да? Ещё и поддержка клана. 253 рейтинга нашему герою дал этот бой. Смотрим. Грабители. Воришка. Воришка, видать, проверял наш клан-хол. И что мы обнаруживаем? Что в клан-холе у нас на тот бой поддержки не было. Пошли толстяки. Большая рава толстяков. А у них в бой ещё есть и аптечка. Так что, когда им будет относительно плохо, всех их он сможет полечить. Как можем, пытаемся справляться с толстяками. Ну, сейчас аптечка пойдёт, да? Вот она. Пошла аптечка. И все толстяки снова живы, здоровы, в порядке. Здравствуй. Тут метатели. Метатели скоро помрут. Выходит вражеский герой. Я, кстати, сейчас тоже могу спокойно использовать героя во всех боях, не боясь его слить. Потому что токсинов на его прокачку всё равно нету. И поэтому я не заторможу неудачным боем его развития. Разве что оставлю на какое-то время базу без защиты героя. Так, наш герой отбивается от вражеского. Ну, тут тем временем спокойно вражеские грабители сносят всё подряд. Толстяки танкуют. В общем, мало что остаётся от нашей базы. Мы, конечно, стараемся отбиваться как можем, но ничего у нас особо не получается. Грабители. Последний склад токсина у нас остаётся. Сейчас его разграбят. Вышка огнемётчиков очень хорошо вырубает грабителей. Но вот с этой толпой толстяков она ничего, конечно же, сделать не сможет. Так что понятно, что это поражение. Остаётся только наша ратуша беззащитная. Возвращаемся домой. Смотрим, какие ещё были защиты. Так, это был у нас Винстон. До него на нас нападал Вадим. Вадим снял 33% базы, 40% в грабителей, 24% огнемётчика, 2 подрывника. Ну, все не очень хорошие прокачки. Смотрим. Пошли огнемётчики. Огнемётчики почти сразу рассыпались. Выходит ещё клан поддержка. И добивает тех, кто остался. Всё. Очень быстрый бой. Тут ещё немного огнемётчиков, немного грабителей враг выставляет. Но понятное дело, что эти силы долго не протянут. Возвращаемся домой. Собираем ресурсы. Вдруг на нас прямо сейчас нападут ни токсины, ни электричества врагу. Всё, соберём. Ну, конечно, если склады не собьют, тогда толку в этом. Так, итак, с кем мы ещё сражались? Это был Вадим. До него нападал Вовочка с одним метателем. Рейтинг сливал. Это неинтересно. Нападал также Димон. 24 толстяка пятого уровня. 80 метателей пятого уровня. 2 аптечки второго. И поддержка клана. 83% базы снёс. Отобрал у нас 16 рейтинга. У нас есть герои в обороне. Так. Вражеские метатели. Выходят наши. Парочка толстяков. Так, наши метатели продолжают бить тут вражеских. Вражеские пока частично были отличены на здание. Но вот они добивают нашу поддержку клана. Выходят ещё толстяки. Вот вышка с огнемётчиком. Как-то помаленьку старается бить врага. Довольно-таки далеко, кстати, заметьте, достаёт. И неплохо жарит. Потому что обе вышки с огнемётчиком у меня на данный момент прокачаны до максимального уровня для моей ратуши. И не зря я на это потратился. Пошла аптечка. В самый, скажем так, в самый роковой момент. Если бы не эта аптечка, то толстяки бы уже давно лежали. Что ж, толстяки продолжают своё шествие. Тут за ними плетётся мой герой. Как может. Уцепился им в хвост. Старается там бить их как можно больше. У нас остаётся ещё три пушки. Даже четыре с вышкой метателей. И так же не стоит забывать про тяжёлые пушки. Но пошла вторая аптечка врага. Герой возвращается. Давайте посмотрим на двоечки. Чем кончилось дело. Тут у нас находился бункер. Но он ещё тогда только улучшался. Поэтому был неактивен. Сейчас, наверное, толстяки пойдут к бункеру. О, выходит ещё хиппи-мобиль врага. Но вот против хиппи-хипаря. Это, видать, как раз поддержка клана. Он её задействовал, чтобы набрать 100%. Что ж, смотрим, как тут повеселится вражеский хиппи на нашей базе. 10 секунд. Все строения он снести не успеет. Но вот что успел, то успел. Ну что ж, давайте посмотрим, кто был до этого. Это у нас был Димон. А до него на нас нападал Фокс. 48% нашей базы снёс. Использовал 8 толстяков. 38 огнемётчиков. 3 метателя. Все слабые прокачки третьего уровня. Поддержка клана и 2 аптечки. Ну, слабовато даже. Удивительно, что он хотя бы 38% сумел снести такими силами. Так, идут толстяки. Выходит наш герой. Наш герой уже неплохо прокачан. И, как видите, неплохо нарезает толстякам даже тем же самым. Но будем его качать ещё. Скоро он будет действительно какой-то неплохой такой боевой единицей. Его тут колупают вражеские огнемётчики. Убивают. Огнемётчиков много, да. Ну да, вот эта тактика. Куча огнемётчиков. Всё затащат. Но не всё-то они могут затащить. Но, тем не менее, сносят они неплохо. Строение. Идут. Строение за строением. Выходит поддержка клана. Тут тоже есть пара огнемётчиков. Несколько метателей. Они вступают в бой с врагом. И наша вышка тоже, по-моему, там сделала пару выстрелов. Последний залп. Вот так запоролась атака врага. Ну что ж, возвращаемся домой. И, наверное, теперь пришло время посмотреть атаки. Войска ещё у нас не готовы. 125 из 200. Ну что ж, смотрим, с кем я сражался. Это атака та, которая была в выпуске. Самая последняя. До этого я нападал на карателя. Украл у него 40 тысяч токсинов. 30 тысяч энергии. 21 толстяк. 3 огнемётчика. 2 лекаря. Ну, в общем, сами видите. Поэтому не будем заморачиваться. Только тратить лишнее время эфира. На то, чтобы перечислять всех. Все войска. Что ж, идут толстяки. Стены слабые. Толстяки, кстати, как-то я их рассеял. Ну, не знаю, зачем что-то вот у меня так рука дрогнула. Так, лекарь один выпущен слишком рано. Поэтому погибает от вражеского ПВО. Ну, знаете, иногда можно себе допустить такие вольности. Как там высадить толстяков, как попало. Там пустить лекаря слишком рано. Когда база врага действительно слаба. Хотя давайте посмотрим, можно или нельзя. Все-таки толстяки там себя плохо чувствуют уже. Хотя нет. Не так уж плохо. У врага уже не остается защитных сооружений. И поэтому все, что остается нашим войскам, это разнести базу врага до конца. Ладно, давайте вернемся домой. Посмотрим следующую атаку. Так, что ж. Также я нападал на Федотова. У него украл 40 тысяч токсинов, 5 тысяч энергии. 100% победа. Смотрим. Так, идут толстяки. Сносят вражеское ПВО. Сразу высаживается два лекаря. Есть еще одно ПВО, но оно далеко. И пока наши лекари до них долетят, чтобы они их подбили. Толстяки уже большую часть базы разнесут. Поэтому, собственно говоря, я не горюю по этому поводу. Так, толстяки приближаются, кстати, уже ко второму ПВО. И вот тут высаживаю я метателей, чтобы снести это ПВО. Метатели продолжают двигаться дальше. Сносят здания, которые им попадаются на пути. Но падают в итоге от тяжелой пушки. Тем не менее, толстяки уже почти всю оборону снесли. Пробиваются дальше. Но смотрите. Кажется, это фейл. Нет. 45 секунд до конца боя. А у врага стоят 4 склада. 40 секунд. Похоже, мы тут не успеем разграбить все, что можно. Хотя вот тут метатели уже какие-то колупают в склады. Подходит еще небольшая группа метателей. Толстяки заходят внутрь. Итак, давайте на двоечки. Два склада снесли. Ратуша. Ратушу тоже успели снести. И начали колупать. Электрический почти снесен. Да, все-таки это... А, ну да. Я же смотрел в самом начале. Да, это стопроцентная победа. Итак, кто у нас был следующим? Следующим был Ололош. Стопроцентная победа. Также тут я использовал два хипаря. Но не было лекарей. 94 тысячи токсина украл и нас разведывают. Итак, кто у нас там? Ололош. Что ж, у Ололоша мы набили 18 рейтинга. Смотрим. Полностью красные стены. Два ПВО третьего и второго уровня. Итак, пошли толстяки. На задах огнеметчики разносят здание. Еще один толстячок. А, это поддержка клана, я так думаю, была. Один толстяк и несколько метателей. Так что ж, толстяки колупаются дальше. А вот тяжелая пушка сейчас несет нашу поддержку клана. Давайте толстяки выведите ее из строя. Теперь нам проще жить. Толстяки продвигаются к ПВО. Это хорошо. Это даст нам свободу действия с нашими хиппи-мобилями. Правда, их начинает бить вышка огнеметчиков. Это плохо. Сейчас бы сюда что-нибудь высадить. Но хотя тут тоже больно. Толстяки загибаются. Пробивают все-таки стену. ПВО второго уровня. ПВО второго уровня остается стоять. Но тем не менее, подбегают метатели. Огнеметчики сносят это ПВО. И теперь у меня развязаны руки для действия хиппи-мобилями. Вот они высаживаются хиппи. Давайте на четверочке посмотрим, как они будут добивать базу врага. Тут еще несколько метателей им помогает. Их, правда, снесла уже вражеская пушка. Но вот хиппи-мобили спокойно сносят оставшиеся постройки врага. Одну, правда, пушечку не успели убить. Или это мне так кажется? Но почему-то на видео она вроде как стояла. Но победа все-таки стопроцентная. Ладно, и был еще Назик. На Назика мы нападали. Получили 10 рейтинга. Смотрим бой. Синие стены. Высаживаются толстяки. На единственную ПВО третьего уровня. Заходят внутрь. Сносят ПВО. Полетели лекари. Точнее лекарь. Один. А нет, вот и второй вышел. Лечат толстяков. Толстяки расползаются в разные стороны. Но это потому, что я их и высадил как-то неудачно, что ли. Бьют совершенно разные стены. Но вот одна прорывается. Часть идет туда, часть сюда. Ну да, в общем, полная дисгармония. Никакого ассиста. Темнее смотрим на двоечки. Метатели сносят тут здание. И тут две вышки с огнеметчиком падает. Остается одна лишь пушка и вышка метателей. Это мы легко сносим. И враг остается без защиты. Остается только добить оставшиеся здания. Выходит герой на прогулку, так сказать. Что ж, возвращаемся домой. Смотрим следующую атаку. А хотя, для начала давайте еще какие-нибудь парочку кустов уберем. Вот эти вот камни тут совершенно не нужны. И вот это бревно. Итак, с кем мы еще сражались? Сражались мы еще с Димкой. Димку мы тоже на 100% победили. А вот это что за бой был интересный? А, вспомнил. Ну ладно, давайте сначала Димку. Димка, стены разные. Абсолютно разные. Где синие, где красные, одна штучка. Нет, вот две. Где деревяшка, в общем, полный дисбаланс. Есть бункер, но ничего особо нет. Поэтому мы и смотрим этот бой на четверке. Потому что эта база просто ерунда. Кстати, вот кусочек красной стены. Вот таким образом мы полностью снесли базу Димки. Кстати, есть небольшое подтормаживание, если вы видите. Ребят, ну не обессудьте. Просто у меня сейчас на монтаже другое видео находится. Поэтому игра маленько подтормаживает. Ничего страшного. Если хочешь побольше видео снимать в день, то приходится иногда чем-то жертвовать. Ладно, вот этот небольшой бой, скажу сразу, там просто была ратуша у врага на углу. И поэтому я взял халявный рейтинг. 2% базы врагу снес, но плюс 6 рейтинга. То есть именно ратушу врага я снес, которая стояла за стеной и сбоку припеку. До этого бой 60%, не 100% как всегда, значит что-то какие-то трудности у меня были. 2 ряда отчасти синих, отчасти белых стен. Идут толстяки, бить вражеское ПВО. Позадам огнеметчики. Что ж, толстяки зашли внутрь. Очень больно их тут жарит вышка огнеметчика. Толстяки идут дальше. Лекарь лечит. Огнеметчики там идут на задах. Так, толстяки снесли еще одну базу. Кстати, у них герой вроде тоже неплохо качан. Или это мне так кажется. Лекарь лечит. Но остается всего 2 толстяка. Даже 3, да? Теперь 2. Сносим еще одну вышку с огнеметчиком. Тут 2 огнеметчика идут по боку. Так, внутрь заходят метатели. Не знаю зачем внутрь. Лучше бы, наверное, пустил где-нибудь здесь. Хотя там бы их тяжелая пушка, наверное, все-таки снесла раньше. Но зато энергию бы пограбили из ветрогенераторов. Да и здание лишних бы снесли. Ну, в общем, вот такой вот не самый удачный бой. Высаживаю еще за чем-то героя. Иду... А, может быть, у меня хипарь был в заначке. Я не знаю, почему я решил ПВО снести. Но, в общем, передумал в итоге. Возвращаемся домой. Смотрим, что было до этого. Атака на куку-ёпт. 100% победа. Стены слабые. Поэтому смотреть будем на двоечке. Да и здание не самые сильные. Толстяки сносят вышку с огнеметчиком. Как видите, все бои, которые вы здесь видите, были без поддержки арсенала. То есть, без аптечек, без бомб. Потому что... Потому что они... Это здание у меня находилось и до сих пор находится на улучшении. Куча метателей тут выходит. Лекарь. Появляется хипарь. Поэтому, собственно говоря, все и снесено у врага. Не знаю, может быть, и даже без хипаря, наверное, тут бы мы справились в этой миссии. Но, тем не менее, вот он бой, каким он был. Ну, тут еще наш герой резвится, добивает обелиск. Возвращаемся домой. Смотрим... Так, нет, не смотрим. Еще что-нибудь убрать. Много мусора тут скопилось. Почистим за собой. Смотрим следующую атаку. Или, правильнее сказать, предыдущую. Предыдущая атака была на Дмитрюк. 40 тысяч энергии. 39 тысяч токсинов. 14 толстяков. И лекарь. Парочка. Почему-то начали даже не с того места, где стоит вражеское ПВО. А, ПВО находилось на улучшении, поэтому не имело никакого значения. Наверное, я даже сэкономил в этой миссии войска. Ну, как-то 14 толстяков это мало. Я бы мог себе позволить гораздо больше. Высаживаются еще метатели по периметру, чтобы быстрее закончить эту миссию. И добивают все здания врага. Что ж, возвращаемся домой. Там уже неинтересно. Смотрим, с кем еще мы сражались. Был еще какой-то Ашал. На Ашала мы использовали уже 22 толстяка и лекаря. Украли у него 108 тысяч токсинов и 107 тысяч энергии. Смотрим повтор. Довольно-таки слабая база, но довольно-таки много ресурсов тут было. Пошли толстяки. Не знаю, почему именно с этой стороны я решил их вывести. Мог бы ведь и отсюда зайти, просто снести сразу пушку. Ну ладно, тут их в принципе не так сильно и бьют. Они сносят одно здание, второе и нас разведывают. Разведывают, да не решаются напасть. Ну ладно, давайте досмотрим бой с Ашалом. Посмотрим мы его на двоечке. Толстяки. Высаживаются тут огнеметчики. Маленько по задам сносят здание врагу. Еще огнеметчики. Что-то очень много огнеметчиков. На такого слабого врага столько огнеметчиков не надо. Но учитывая сколько ресов он мне подарил, то и ничего и не жалко для таких-то людей. Ладно, тут остается один обелиск. Возвращаемся домой. Сносим еще маленько мусора. Надо весь бы мусор тут прибрать. Все-таки скоро праздник. Надо прибрать свой дом к Новому году. Итак, что у нас по войскам? По войскам у нас 157. Ну что ж, тогда я маленько подожду, пока достроятся наши юниты. А потом мы произведем еще одну атаку в прямом эфире и закончим выпуск. Ну что ж, вот наши армии подготовились. 200 из 200 можно на кого-нибудь напасть. Давайте подберем достойного противника. 800 энергии, 800 токсина. Это как-то недостойно. Ну что ж, вот кажется враг, который выглядит неплохо. У него, можно сказать, что нет стены. Достаточно в одном каком-нибудь месте проломить ее. А, я думаю, высадится. То есть вот здесь вот три пушки встречают, да? Так, ну где бы высадиться? Давайте, наверное, можно, конечно, вот это ПВО размочить. А потом ребята зайдут внутрь и, наверное, добьют второе. Хотя зачем? Давайте я, наверное, высажусь толстяками здесь, да? Пускай там пока заходит. А это ПВО спокойно и пара метателей снесет. Никто им не помешает. Ну давайте вам третьего, чтобы вы долго тут не колупались. Вы, толстяки, пока что идите внутрь. Тут за вами пока что тоже метатели постреляют спокойненько. Так, ну и все. Толстяки сносят ПВО. Можно уже выводить лекарей. Давайте, ребята, летите, лечите. Так, здесь можно еще метателей маленько высадить. Ох ты, все-таки им на голову приземляется. Так, ну и можно, в принципе, героя завести внутрь. Пускай идет, ворует. Для сноса базы нам, в принципе, войск должно хватить. Еще полторы минуты. Можно даже приберечь всех. Больше никого не выпускать на поле боя. Лучше сейчас поддержку клану разошлю. Ну, вот видите, герой тоже уже неплохо нарезает. Четыре удара ему требуется, чтобы снести барак. Нет, пять. Там еще громулька остается. Что ж, падает ратуша врага. У нас еще остается примерно минута до конца. Но, думаю, мы тут совсем справимся. Уже охоту поставить на ускоренный режим. Но, к сожалению, это невозможно. Ну, что ж, отлично. Снесли склад. Возвращаемся домой. Есть у нас 120 тысяч энергии. Не будем ее никуда копить. Наверное, просто улучшим какую-нибудь стену. И, я думаю, это будет вот эта вот стена. Потому, что на одном видео я вот сегодня вам показывал атаку. Тут как раз, ребята, снесли вот тяжелую пушку. И потом пошли примерно по прямой. И долбились, по-моему, вот именно в эту стенку. Вообще, я бы вот эту всю перегородку улучшил. Но это потом. Наверное, вражеские атаки лучше всего помогают находить свои слабые места. И именно их мы будем заделывать, так сказать, дыры. Ну, а пока что можно разослать помощь нашему клану. Кому там что нужно. Так, нас разведывают. Не решился кто-то. Так, держи, парень, вот так. Так, много тут еще кому что надо. Ну, давай тебе, хипарь, отправим. Вам, ребята, тоже что-нибудь всем помаленьку сэкономленных метателей разошлем. Сейчас период турнира, поэтому нужно всем максимально помогать, чтобы ребята набирали трофеи. Ну что ж, отлично. Теперь сделаем до заказ войск. Но это я сделаю уже за кадром. А на этом я попрощаюсь с вами. С вами был 11101. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.